А 39, что будут делать? За что они будут жить? Скажите, пожалуйста. А почему вы так? Купила пару сигарет. Здесь продать эти сигареты, купить тоже масло или тоже кофе. Люди, что имеют эти карточки в 30-километровой зоне, они ходят туда-обратно, туда каждый день, как на работу. А так купил, продал. Вот видите, все торгуют. Как там зараз на Украине? То за две горюки. Что? Ни? А тут третий кто кинул. Сердце болит за Украину. А безу легко получится? Сейчас очень тяжело. Там уже теперь поставили рогатки, говорят, безвизовые, безвизовые. Какие безвизовые? Ну, так, наоборот. И тунилов не много. Не можно. Не, не можно. Это интервью не было закончено. Он сказал нам, чтобы переключить камеру, и предупреждал нас, чтобы уйти быстро, пока наша филм-крука была в проблеме. Но, чтобы успевать, они готовы работать как чистая или квартира. Алло, здравствуйте. А я нашла ваше объявление по поводу работы. Какую работу вы предлагаете? Ну, вот мы с мужем, как бы, хотели что-то такое, может, собирать что-то, типа, там, грибов, яблок, что вот сейчас. Мне 25, может, 27. Сейчас все расскажешь. Снимаем видео, как мы купали в Варшаву. Мы ехали туда ночь, часов, наверное, 7 поездом, часа полтора автобусом. И потом еще нас забрали на машине, потому что дальше уже не ехало ничего. Но, приехав туда, мы обнаружили вообще, ну, ни слова не было правды из того, что он говорил. Это был такой ангар, там не было ни пола, ничего. Холодно, сыро, стояли деревянные столы, там люди из этого мха, этих веточек сосновых, собирали это все в венки. Мы оплатили 400 злотых за то, чтобы попасть вот в такую прекрасную пратью, я кто скажет, поляк. Он рассказывал нам о том, что там зарплата минимум 1800 злотых, о том, что питание бесплатное, о том, что там все так хорошо. В принципе, стоишь в тепле, в уюте, делаешь себе новогодние венки. 12 часов рабочий день, может, 12-14 венков, это подолок, что можно было сделать больше. Просто физически, если ты успеешь, это будет некрасиво, его просто не примут. Три венка уходят на оплату жилья, и остальные остаются тебе. Ну, 10-15 злотых, может, где-то так выходило за 12 часов работы. Там, если не отрабатываешь месяц, ничего вообще не платят. Нам показали это жилье, окно там не закрывалось, печь какая-то, керосинка стояла. Вот на этом полу стоят наши девчатки, к сожалению, на бетонном. Тут реально холодно, мне уже ноги очень замерзли. Мы в тот же день, посмотрев на это все, выехали назад. Нам нужно было как-то добраться сюда, на Варшаву. Денег у нас не было. И утром мы не дозвонились никому из знакомых, чтобы нам переслать деньги на билеты. И получилось так, что мы остались еще на следующие сутки на вокзале. И мы вот это потом купили билеты и приехали сюда, в Варшаву. Вот оно, самое родное место. Вот так вот Катя сидела, а я когда уже не мог, я уже вот так вот спали. Третьи сутки мы не спали, у нас денег не было, чтобы мы могли сюда добраться. Вот в Варшаву нам друзья по чуть-чуть, родственники немного выслали денег, доехали сюда. Вот теперь вот думаем, что нам сейчас делать на данный момент. Если, допустим, два-три часа сидишь на одном месте, вот у тебя такой вид неопределен, это подходит охрана вокзала, секьюрити начинает спрашивать, почему вы здесь, что вы здесь. Куда вы едете, чем, откуда вы приехали. То есть это будет постоянно. Если у тебя будет какой-то вид, что ты там уже где-то придремываешь, то тебя разбудят и скажут, в вокзале спать нельзя, хочешь спать, иди куда-нибудь. Сидим и думаем, что же будет дальше. Украинский вариант тоже возвращался дедом. А тут уже какие-то постоянные работодатели приезжают. Вы их уже узнаете? Нет, мы просто работали в этой фирме, в эту ткань. А что там надо делать? А плакаты, рекламу, рекламу, большие плакаты. Бандеры. А вы что должны делать? Собирали плакаты просто, все. А вас же много, работодателей мало. Вы как, соревнуетесь? Стараемся. А сегодня много народа-то уехало уже на работу? Наверное, сталь. Тяжко. Много случаев есть, что наши ребята попадают на работу, договариваются за работу, отрабатывали неделю, и мы заплатили. Последний случай, который я встретил нашу украинцу, которые ребята первый раз приехали в Польшу, сделали ремонт квартиры, все полностью сделали. За полтора недели. А поляк не заплатил, сказал, денег нет, они сидят на квартире, ждут непонятно чего. По какому принципу выбирают? Работодатель, по квалификации или как? Квалификации, это одно поле, угрудки, прибирание, вот и все. Вячеслав hasn't found a job yet. But Екатерина almost lucked out immediately, getting a house-made position in a hotel. However, in the evening, she was already fired. Her first working day ended with chemical poisoning, and no one even helped her. Вчера был мой первый рабочий день в гостинице Покайовой, то есть городочной. Никаких перчаток мне не дали. Я так думаю, что надушалась, может, химия, это все в ванной, все прыгается. Я чувствовала, что мне становится нехорошо. После обеда у меня начала идти кровь из носа. Все об этом говорили, управляющим, потому что мне плохо, потому что я прошу помощи, потому что не могу даже работать. Меня никто не отпустил, сказали, что я должна отработать, сделать. И дошло до того, что я просто положила плечи, и говорили, я не могу. Мне сказали, все, ты уволена. Я сразу спрашиваю, если я с кем-то пытаюсь общаться на какую-то тему, или как-то со мной знакомиться, ну, в детстве, в каких-то местах, то первые два-три предложения, они нормально воспринимают все, спрашивают, где Пани училась, где Пани живет, а потом, ну, откуда Пани есть. И тогда я понимаю, что они понимают, что у нас очень-то есть полика. Обычно у нас свободное время пока что на данный момент происходит как? Мы ищем работу за компьютером, за газетой, телефон обзваниваем по объявлениям, ну, и в город выбираемся, в городе что-то, где-то, может быть, какие-то слухи есть, всякие украинские здесь. 24 часа после, Екатерина applies for another job. День добрый. А я прошу пана поведеть, че потребует пан помощь кухена або кельнера, я шукам праца. Как мы с вами занимаемся праца в футболе? Я могу так, я маму знакомый, и родник, не в футболе. Ну, я, я маю бажание працювати в кебаб. Да? Я мало мовею польскую, але вольно розумею. Ну, на работу в кебаб меня не берут, так как у меня нет опыта. Я тут никогда не работала кельнером официанткой, он меня не возьмет, но у него есть друг, старый добрый пан, который работает в отеле. Я могу прям хоть сейчас ехать к этому пану, но какое-то очень странное предложение, отель где-то далеко, но пан будет там очень рад меня видеть. Ну, я, наверное, не поеду, потому что как-то очень, очень странно. Панция, как было, так и есть, зарплата, без рубить, страшная. Вот, еду сюда, куплю себе булку. Покажи, покажи. Я еще не вкрал, я показал, я показал. Перевез ту пачуху сюда, дві пачухи сигарет, фляжку горюки, продавати не можно, але... Там все чудово. Гармати х***, х***, все убивают и все. А что вы, что поведете? Вы что, не знаете, что там все делают на сходе? Ну, а жити, как там на заходе? Жити там, клёвя жити. Вы бы там поехали, поднимали, а не тут. Это невозможно для русских журналистов до Украины, сейчас. Фильм крюсы не позволят работать там. Это все началось в новом году, 2013. Уреста начали свернуть страну. Некоторые Украинцы хотели стать частью Европы, а другие думали, что это будет уничтожить трейдовую с Россией, и негативно affectать люди's живые. Эти протесты превратили в ку-детаке. И многие did end up in the EU, but on the street curb. У меня сын Кирилл, ему уже будет вот 8 лет, он учится во втором классе. Пока я уехала, он находится с моей мамой. То есть я думаю, что нельзя здесь опускать руки. Если мы, допустим, руки, вернемся назад, то как мы будем потом, ну, что делать дальше? То есть мы вернемся, и там ничего нового нас не ждет. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. О, вот. Сколько вас. А скажите, пожалуйста, а вот хотите поработать? Да. Вот примерно вот так, 3 доллара в час. Ну, если надо будет поработать, ну, сколько часов, ну, там, 12 для вас. Ну, может быть, может быть. Вы готовы, да? Да, так, так. Вы здесь каждый день? Да, так, так, так. А вот со скольки? Во сколько вы приходите? Шести. Шести утра. Autumn is the best time for ukrainians in Poland. It's during this period you can earn some money by helping with the harvest. Сейчас в Украине сами знаете, как сработать тяжело. Потому что стало больше украинцев, что ехать? Чехию, Польшу. Ну, сколько я так знаю. Так точно, что тяжело. Поэтому мы стали сюда ездить. Потому что дома работы нет, нет, работы есть, но она малооплачиваемая. То есть 1200 гривень платят на 1200 гривень. Не проживешь на Украине. Мы сейчас живем в Анофранковске, а родители мои в Донецке. Ну, в основном так везде, говорят, что везде. А сейчас и заводы поразбивали, позакрывали. Все, ничего нет вообще работы. Мы едем на два месяца, на три. Больше небо, скучаешь за дом. They all live together next to the orchard. Eight to ten people share one shed. А сколько у вас ребенку лет? Девочки 11, а сын 3. Мы приезжаем, а он говорит, вы ко мне в гости приехали? Еще чуть-чуть побудьте. Я ему как мама. Да они прачут. Что с ними сделать? Екатерина и Вячеслав are off to meet their friend Gennady at the bus stop. This is his second attempt at trying to find work in Poland. The first time, he got a job at a meat factory, but was only able to work there for three weeks. The conditions were unbearable. Хорошо. Мы сейчас тебя к нам отвезем, только тебе придется как мышка с 10 часов до 8 вечера. Я не знаю, как ты там, как ты сейчас будешь решать. Будешь там выглядывать в коридорчик, если никого нету. Я тебе компьютер оставлю, посмотришь, что ты там. Пожилье будешь оставить, но я тебе все распажу. Проработал три недели, но я проработал в таком, в самом тяжелом цеху. У меня постоянно руки были почти во льду. И как бы, ну, это, у меня суставы все болели. Конвейер, каждый стоит на своих местах, ни в шагу влево, ни в шагу вправо. Даже в туалет там это было все тяжело. 8,5 злота платили. Но опять же, дали сначала аванс, потом дали кусок. И вроде бы еще как бы должны что-то еще додать. У меня товарищ порезал руку. У него кровь лилась с руки. И он, получается, попросил, чтобы ему хотя бы перебинтовали. Бригадир подошел, был в резиновую перчатку, чтобы он просто одел сверху. И вот он еще два часа работал, у него вся перчатка внутри была в крови. Так что как бы, ну, отношения. В этом плане, плохое. Ну, мы там рабы, вот так можно сказать. Если бы мы были поляки, я думаю, нам хотя бы бандаж дали перебинтовали. Украинцы also act as intermediaries. Now, Екатерина is trying to find a job in Germany through them. But they often make money off their own people and simply disappear. Вы истинянью в Германию, так? Но в Германии, да? А зарплата какая будет? А жилье, питание? Я поняла. А скажите, пожалуйста, Татьяна, что я должна быть за эту услугу, если как освободится вакансия, вы мне позвоните, и я могу туда поехать? 300 евро я должна вам отдать. А какие гарантии буду иметь, что я правда поеду туда в Германию, что там будет кто-то ждать, и я там буду работать? Ну, я бы никогда не поехала туда, потому что это просто какая-то, ну, правда липа. Ну, не может так быть, что в чужой стране без документов ты можешь официально работать в Берлине, в столице, и получать деньги, и что там все русские, язык не надо. Но это, правда, странно звучит. Поехать-то я могу по своей визе. Вот 90 дней я имею право пребывания на территории любой страны Союза. Ну, просто пребывание. Если меня увидят заработать, то это будет депортация лет на семь, не меньше. Ну, это нельзя делать. It was through this intermediary that another Ukrainian, Natalia, found a job. She explains how she was deceived and asks not to show her face. Natalia got a maid's position in a hotel at one of the European ski resorts. The intermediary promised a decent salary and good living conditions. Обещали хорошую зарплату от 1000 евро до 1200, плюс шеевые. Нормальный график работы там с 8 утра до 4 вечера и там суббота, воскресенье, выходной вроде. Свободное время. Приехала я в Варшаву, отдала деньги здесь людям. Приехала в Лейпциг, в гостиницу вот эту. Встретил меня мужчина низкого роста. Как бы поселили, все. Я легла спать, утром захотела выяснить, все-таки, ну, уже напрямую, какая у меня оплата, какой у меня график. Мне сказали, что у меня график будет с 6 утра до 12 ночи, до часа ночи, пока есть работа, выходных нету, это все будет стоить 500 евро. И он мне говорит, что я могу зарабатывать намного больше. Это будет работа проституция, и за 150 евро в час я буду обслуживать клиентов, сидеть на телефоне, мне даст нормальные условия для жизни, как бы нормальный номер. Я просто людям задала один вопрос, ну, я не хотела много говорить, говорю, что бы вы сделали, если бы, вот у тебя есть дочь, да, говорю, что бы ты сделал, если бы твою дочь ребят поступили вообще, он меня бы убил. Говорю, ну, я же этого не делаю. Я живу дальше, как-то стараюсь наладить с вами отношения, прощаю вам. То есть люди не боятся вот так поступать, торговать людьми, отправлять непонятно, куда брать за это сумасшедшие деньги, тем более я знаю, какая ситуация в Украине, как они там сейчас зарабатываются. Для Украины это баснословные деньги вообще. Meanwhile, pensioners in western Ukraine have come up with a new way to make money. They cross the border and offer their services to Polish traders, who export home appliances from Poland to different countries. The pensioners place orders in their names, then by law receive a tax refund at the border and return this refund to the Polish traders. For this sort of help, Ukrainians get 10 euros per day. Another way to make money is for one person to import 50 kilos of duty-free goods from Poland to Ukraine. Ну как, ну как может быть если я получаю пенсии, я получала полторы тысячи пенсии. Вот. При том, я имела, при том курсе, у меня было, ну, пускай 100 долларов. А теперь что? Как жить? А вот это дело, что народ реально выживает. Народ тоже не выживает, он уже просто стонет. Я не... Ну честно, я даже... И как я понял, что дело лучше там на Украине не будет, потому что сейчас они собираются им дают... Ну, дают... хотят дать транш новой МВФ, но они поставили свои условия, что газ теперь должен подожать там на 6 раз. Пенсионеры возраст 65 лет. Бюджетникам урезать все, что можно. Они будут работать на ставку, а ставка у нас 800 гривен. Киев. Киев's attempt to get the Donbass region back is eating away large chunks of the country's budget. The daily cost for Ukraine during this conflict is roughly 5 million US dollars. Ukraine's government calls it an anti-terrorist operation, while the Donbass residents are more inclined to use the word retributive. The exact number of losses among the Ukrainian armed forces is unknown. Now even men of conscription age often flee to Europe not to earn money, but to avoid being drafted into the army and participate in military operations. Война. Все на войну списывается. Понимаете? Все на что не есть. Кому война, а кому матерна дна. Тут все мальчики, которые приезжали, тоже, когда придет время ехать назад, но все начинают думать, стоит ли им ехать назад с ума тех, кто имеет повестки. Допустим, как мой славик, он получил 4 или 5 повесток и он офицер, по-моему, он ослужил там все, имеет звание офицера, то ему просто так стоит вариант такой, либо тут, либо в АТО. Ну, нельзя как там правильно назвать, там на Донецк. А варианты вернуться домой, вот для него, пока это все не закончится, вся вот, какова себя, у него нет такого варианта. 6 months after our first trip to Poland, we learned that Ekaterina and Vyacheslav had found a way to get by. They rented a 3-room apartment, turned it into a small hostel, and now rent out rooms to newcomers from Ukraine. At the moment, there are 9 other people living with them. Екатерина was the luckiest of all the people who live in this communal flat. She was able to find a permanent job in the cafe. It's the first place where she's treated like a person. She even gets the salary she was promised. But it still remains to be seen how long she'll be able to keep the job and when she'll see her son again. it's the truth. In any case, we're not going to return. Maybe it's our family, maybe some predators. We agree with that. But the family sold us much more. And it's been a long time. I don't know. 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 Just according to official statistics, more than 400,000 Ukrainians received Polish work permits in the last year alone. more than 700 miles of water. I don't know. I don't know. No problem.